Друзья, всем привет! Я Александр Варламов, я экскурсовод во Владимире и в Суздале. Я считаю, что гид для того, чтобы проводить хорошие, интересные экскурсии, должен сам тоже периодически выбираться на другие экскурсии и ходить в походы. В этом видео смотрите о походе по Ликийской тропе. Турция, октябрь 2018 год. Поехали! Поход по Ликийской тропе обычно ходят либо в конце весны, в мае, либо уже осенью, в октябре, когда не так жарко. Хотя температура здесь, ну, бывает, доходит до 30-32 градусов. Это как раз-таки вот весенний или осенний сезон. В горах, конечно, чуть-чуть попрохладней, но место действительно очень живописное. Постоянно какие-то ароматы преследуют. Жасмина, хвои, будто бы багульника. Хотя багульника я здесь не встретил. Ликийскую тропу журнал Sunday Times внес в десяток самых живописных троп в мире. Ее протяженность более 500 километров, но мы проходим небольшой участок. И вообще за 10 дней планируется пройти 120 километров. А это звезда, звезда сегодняшнего вечера. Костровый крабик, представляешь? Крабик. У него глаза вон в разные стороны. Он сахопутный какой-то, смотри, он сухой даже. Да-да-да. Сидел вон там в камне, зажгли костер, он вылез. Это костровый чувак. Да-да-да. Ну что, Парк, отпустим его на вольные хлеба. Отправились мы в большой компанию вместе с клубом приключений. И начинается этот поход в Анталии. А если быть точным, то от Анталии мы доехали до почти Кемера. Сделали ночевку. Утром проснулись и стартанули в место, которое называется Гейнюк. Это ущелье, из которого дорога пошла в гору. Но стоит сказать отдельно про восход и ночевку на море, потому что это было очень красиво. Когда ты видишь, как восходит солнце, это что-то необыкновенное. Ну и спать ночью под открытым небом, даже без халатки, это было тоже очень интересно. Что касается восхождения, то подниматься довольно просто, если есть правильная обувь и есть еще и палки. Набор высоты получается порядка 700 метров. И вот сейчас, находясь на вершине, здесь есть такой небольшой перевал, открывается вид на море, и вот там вдали виднеется Анталия. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Ну, к обеду второго дня мы сделали остановку в кафе у Сулеймана. И здесь, когда мы подходили и видели гранатовые сады, они сверху кричали что-то. Ну, наверное, имея в виду, что мы за вами наблюдаем. Вот сюда мы пришли, и здесь можно заказать покушать. Стакан сока, маленький стакан, стоит 8 лир. Это в два раза дороже, чем в Анталии у моря. Но, тем не менее, очень вкусный сок. Стоит его сделать самому. А я решил сам отжать себе сок. Поставил, и еще обоим делать. А еще здесь у них растет свой виноград, его можно прям дергать, если немного, если не наглеть. Прям вот здесь вот красивый. Он, правда, зеленоватый, но есть вот такой вот спелый. Вот он сладкий, вкусный. Пожалуй, самый вкусный виноград, который я когда-либо ел. Ребят, ну я не смог удержаться, и вот этот вот раскрывшийся, ароматный, сочный гранат решил сорвать. Попробовал. Ну, тут что я могу сказать? Гранат не бомба. Такие же гранаты можно попробовать и в России. Но сам факт, что он только что рос, а теперь его можно вкусить, дорогого стоит. О, хороший улов! Кто поймал? Я, ну и он раз. Ну, а сейчас такая история, я оторвался от своей группы, ну, в смысле, отстал, потому что по нужде. Отлучился в сторонку, не знаю, какой стороной они шли, где они сейчас, но вот тут такая прекрасная панорама открывается. Решил заснять. Там вот море, и в той стороне, вот там вот чуть-чуть левее, там Анталия. Здесь вот внизу, он там виднеется, вон там виднеется мечеть. Сады у людей. Что-то сверлят, пилит, какие-то маленькие деревушки. Мы, на самом деле, отправились покорять вершину, налегке. Вот туда надо идти. Продолжу путь и надеюсь, что сверху удастся заснять картинку России. Буквально еще минуту спустя я вот добрался до вершины. Здесь повешен флаг, поставлен флаг Турции, но ты немножко растрепался на ветру. Группы я здесь не вижу, может быть, я добрался быстрее, чем они. Поэтому один пока понаслаждаюсь панорамой, попью воды. Положил ее в такой вот мешок из-под спальника. Фу, жара. Но на вершине все-таки не очень жарко. Красота-то какая. Из них сдал экзамен, наверное, человек. Вот вопрос, почему люди идут не по большой дороге, а вот по этой маленькой тропинке? Потому что интернет бесплатный. Бесплатный интернет. Вот в чем дело. Все, ни почем. Сколько осталось срочно? 150 метров. Ребята, ну здесь забор, как мы пройдем? Все очень просто. Для вас готов мост через забор. Мы вышли на место, где также горят огни. Огни Семеры. 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 Продолжение следует...